Наш юбилей Иисус Христос Иисус Христос, когда Он вышел из пустыни, где Он был искушаемым дьяволом, Он там был 40 дней, Он вышел оттуда. И вот, когда мы смотрим в Евангелие от Луки, мы знаем, что Он вернулся оттуда в силе Духа. Когда Иисус вернулся в силе Духа, молва о Нем начала распространяться повсюду, и люди начали слышать о Нем, и начали восхищаться, кто Его хвалил. Короче, Он был прославляем всеми. Не имеется в виду, что они поклонялись, имеется в виду, что хвалили, но с удивлением. Вот, поэтому Евангелие от Луки, 4 глава, похоже на Евангелие от Матфея, 4 глава тоже, где тоже говорится об искушении Иисуса в пустыне и вернулся. Но я выбрал от Луки, по той причине, что от Луки есть тот местописание, который подробно Лука нам дал, и Иоанн и Матфей не дали. А здесь Лука нам дает. Вот пишется, и пришел, давайте начинаем с 15 стиха, чтобы все как-то видели, если можно вернуться в 15 стих, чтобы все видели, как все это соединено между собою. Вот, Евангелие от Луки, 4 глава, 15, вот у них есть робот, ага. А если я назад попрошу, вы вообще будете нуждаться в благодати. Вот, 14 или 13, вот. Начинаем с 14, достаточно. И возвратился Иисус, я просто хочу вам показать соединение. Он был в пустыне, искушаемый дьяволом, 40 дней, 40 ночей, вышел оттуда, вернулся назад. Как он вернулся? И возвратился Иисус в силе Духа, в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. И теперь мы читаем, даже 15. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляемый. То есть им понравилось. Это до тех пор, пока он не начал заявлять, что вот теперь его заявление. Но он начинает, и пришел в Назарет, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Смотрите, что он читал. Ему подали книгу пророка Исаия. И он раскрыл книгу, нашел место, это он нашел место, где было написано. И он начал цитировать Исаия, Ветхозаветного пророка. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятно. Это 4.19. Проповедовать лето Господне благоприятное. Дальше. И получается, по 21 будем читать. И закрыл книгу, отдал служителю, и сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Теперь слушайте слова, какие он сказал. И он начал говорить им, ныне, имеется ввиду сегодня, сейчас, исполнилось. Писание сие, слышанное вами. То есть он говорит, все, что я только что читал, оно ждало исполнения. Оно не было исполнено. И он говорит, ныне, сейчас, в это время, вот это, писание, которое вы слышали, что я читал, исполнилось. То есть, до этого его говорили, до этого его цитировали, до этого провозглашали, но сегодня оно стало реальностью. Немножечко, чтобы вам показать, откуда Иисус цитировал, возвращаю вас к Исаию, 61 глава, 1 стих и 2. Это он оттуда взял. Заметите, Исаии 61. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцев. Вы видите, да? Он цитирует из Ветхого Завета. Вот. Проповедовать пленям освобождения и узникам открытия темницы. Дальше. Проповедовать лето Господне благоприятное. Что удивительное, второй стих Иисус не цитировал до конца. Он взял до половины. Вторую половину, которую Он оставил, не тронул, это день мщения Бога нашего, утешили всех сетющих. Сегодня у меня времени для этого нет. Но если вы посмотрите Евангелие от Люки, Он прочитал до середины. И остановился. Просто, чтобы вы заметили, если вы думаете, чтобы это у вас зафиксировалось. Вот. Это вот откуда Иисус цитировал свое местописание. Теперь буду повторить все, что Иисус пришел сделать. Первое. Он сказал, благовествовать нищим. Да? Это мы вернулись уже к Луки 4 глава, где было его заявление 18-19 стих. «Благовествовать нищим. Исселять сокрушенных сердцем, пленным освобождением, слепым прозрением. Отпустить измученных на свободу. И проповедовать, что означает провозглашать лето Господне благоприятное». И ныне это исполнилось в том местописании. Так. Там, где Иисус говорит проповедовать или провозглашать лето Господне благоприятное, это слово лето Господне благоприятное, которое на греческом языке перевели, это то же слово, которое во Ветхом Завете используется как слово юбилей Господне. Скажите со мной юбилей. Я вас не слышу. То есть по-другому Иисус говорит это было, но не было исполнено. Теперь, сегодня я проповедую или провозглашаю. Зачем я слово провозглашаю говорю? В общем, мы с вами скоро пойдем читать Ветхий Завет, как анонсировали юбилей. Его тоже провозглашали. Поэтому, когда Иисус говорит я помазан, провозглашать лето Господне благоприятное или Господне юбилей, они очень понимали, о чем идет речь, но они не могли сопоставлять все сразу. И поэтому сейчас я с вами как бы туда-сюда, туда-сюда, чтобы вас привести к пониманию. Немножко ваши мозги обратно в мышление людей того времени. Вот. Поэтому Иисус говорит, вот я пришел провозглашать юбилей Господне. Лето Господне благоприятное. И я, Иисус говорит, являюсь исполнением этого. То есть, раньше оно было, но это не было полное исполнение. А ныне же пришло исполнение этому написанное. Так. Поэтому, получается, что вот многие христиане не знают, что дерево имеет ствол, ветви, веточки и листья. Так. Но оно имеет корни. Вот. Новый Завет построен на Ветхий Завет. Не в смысле того, что два Завета работают параллельно. Нет, нет. Мы работаем в Новом Завете. Но Новый Завет черпает свою воду. Много из Ветхого. Мы не можем полноценно говорить в Ветхом Завете, в Новом Завете. Не смотря на Ветхий Завет. Потому что многие вещи в Ветхом Завете это была тень будущего. То есть, будущий шел и перед будущим был тень. А это тень Ветхий Завет. Вот поэтому Иисус мог цитировать оттуда. Апостол Павел мог цитировать оттуда. И вообще-то Ветхий Завет указывает на Иисуса, который должен был прийти. Кто-нибудь меня понимает еще? Я же говорю, что может быть сложно. Но я вроде очень просто объясняю. Настолько просто, что даже собачки бы поняли. Тем более вы. Вот. Поэтому мы все понимаем. Аминь. Вот только вашей улыбки нету, нема. Я понимаю, вы сейчас в такой зоне учебы. Я вас понимаю. Учимся дальше. Давайте. Среда – это день учебы. Некоторые вещи нужно, чтобы мы знали. Потому что если мы не будем знать, мы всегда будем путаться. Важно, чтобы мы знали. Так. И вот получается. Возвращаемся. Вот юбилей в Ветховом Завете появилось от понятия субботы. Суббота. Вы слышали такое слово? Вот сегодня мы немножко поговорим, чуть-чуть вокруг субботы. Потому что оно связано. Оно, 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 оно не цепляет, оно, оно, оно взаимосвязано. Понимаете? Как оно как-то вместе двигается. Значит, суббота. В... Пока так в общей фразе. В Израиле в законе вот Бог дал израильскому народу указ в субботу они отдыхают. А многие из вас, вы думаете, что отдыхали только в субботу, раз в неделю. Нет. Они отдыхали раз в неделю. И седьмой год тоже отдыхали. И после сорок... Семь-семь-семь годов, извините, семь-семь-семь. Семь лет, семь лет, семь лет, семь лет, семь раз. Сорок девять лет. Пятьдесятые годы. Они тоже отдыхали. Поэтому, когда люди говорят, что нужно субботу соблюдать, они делают ошибку тем, что они соблюдают только один день в неделю. Надо было один день в неделю, седьмой год и пятьдесятый год. Поэтому, вот этот выборочный подход к исполнению закона, оно немножко такое всегда неполноценное. Вот. И поэтому, Бог дал им поручение про седьмой год для того, чтобы земля отдыхала. То есть, земля должна была отдыхать. То есть, ничего на ней не узле было делать. А пятьдесятый год, который нас сегодня интересует, благо лета Господня, благоприятие, юбилей, мы позже к нему придем. Одна из причин, почему народ был выдворен из земли, они не давали ей отдых. Земля должна была восстановиться. Вы замечали, как Бог переживал, не переживал, а заботился о земле. Что, получите все, что хотите от земли, но, пожалуйста, дайте ей отдыхать и восстановиться. Вот я когда-то проповедовал в Приморье, в Российской Федерации, вот там, где Владивосток, китайцам дали землю, чтобы обрабатывали. Три года обработали, экраны закончились, сказали, эта земля на последующие сто лет непригодна больше для использования. Я не знаю, что китайцы сделали, но я думаю, что наше украинское правительство было бы мудро это учесть. Перед тем, как раздать китайцам нашу землю, то последующие сто лет мы с нею потом ничего не сможем делать. Но, это такое дело. Вот, поэтому, а Бог не нравится это. Бог не любит, когда мы злоупотребляем Его землю. Ему это не нравится. И поэтому, когда мы говорим, а мы же, мы люди, мы цены, а земля никому не важна, что хотим, то и мы делаем. Нет. Из-за этого Он выдворил израильтян, чтобы земля отдохнула. Вот, там они сказали, 70 лет, они будут потом вернуться назад. И за 70 лет земля восстановилась. если вы будете президентами когда-либо, имейте в виду, что земля, Бог следит за тем, что мы с нею делаем. Так, это очень познавательное собрание сегодня. Аллилуйя, я знаю, что вы хотите. В конце будет по-харизматическому. Сейчас нам нужно, сейчас нам нужно информацию. Вы еще со мною, да? Вот, нам, чтобы быть харизматичными, да, чтобы было за что кричать, нам нужна информация. Крики без информации мы далеко не пойдем. Поэтому идем дальше. Потому что Бог заботится обо всем. Я верю, что время повышения, скажи, время повышения, скажи, пришло, скажи, время перемена, место обитания. Мы прошли такое учение, а вы приняли просто законспектированное учение, вы ошиблись, это было пророческое слово от Господа, место обитания меняется, а в новое место обитания Богу расширяет влияние, ответственность, и Он ожидает от нас, чтобы мы были в курсе о Божьих принципах, не только, как получить прощение грехов, но чтобы мы знали, как управлять всем, что Бог дал. Если у нас знание только прощения грехов, это все, что мы получим от Бога. А Он хочет кому-то поручить вопрос земли, вы понимаете, кому-то вопрос чего-то, а нам надо знать, как с этим справиться, с Божьих принципов. Амин. Спасибо, брат, один брат сказал, амин, он в духе вместе со мною. Слава Богу. Читаем дальше. Так, вот, поэтому возвращаемся к 50-летию, юбилей, лето благоприятное. Книга Левити, 25-я глава. Это можно найти в разных книгах Библии, но я подозреваю, что вы давно не читали книгу Левити. Я решил лучше оттуда взять, чтобы хотя когда-нибудь Церковь Победы открыла книгу Левити. Когда вы его последний раз читали Левити? В каком году? Полгода тому назад? О, это рекордно, жалко у меня конфетов нет, я бы вам дал. Вот, замерите, 25-я глава книга Левити. Будем читать с 8-го стиха. Так, и насчитай себе, то есть Бог говорит 7 дней, потом он говорит 7 лет, и потом он говорит и насчитай себе 7 субботных лет, то есть суббота, 7 лет это субботный год, суббота был не только день, был еще субботный год, потом посчитай себе эти 7 субботных лет, то есть 7 раз по 7 лет, так, 7 раз по 7 лет, сколько это? 49 лет. Чтобы было у тебя в семи субботных годах 49 лет. Бог математик. Я слышу некоторые студенты, 7 умножить на 7 они не знают. Поэтому Бог сразу давал, чтобы было четко. Можно понять 7 умножить на 7, только читая Библию. Вы понимаете, это так важно. Заметите, что в Библии находится все, что нам нужно. На, скажите Амин. И написано, вас трубит трубою в седьмой месяц. Это вот 49 лет прошли. Седьмой месяц, который в седьмой месяц, в девятий день месяца, в день очищения, вас трубит трубою по всей земле вашей. День очищения, Иисус умер. Зачем? Чтобы нас искупить, нас очистить. Поэтому это очищение начинается с момента пролития крови Иисуса, когда мы с вами в нем получаем прощение. Так, читаем дальше. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое. И каждый возвратитесь в свое племя. Я вам потом объясню, что это означает. Вот, читаем дальше. Мы 22 стих. Дальше написано так. И освятить... 22 стих. 20, 21, 22. 20 стих. Так, если скажете, что же нам есть в 7-й год или в 49-е, 50-е, 51? Не сеять, не собирать произведения наших. Я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и оно принесет произведения на 3 года. Я вам объясню, почему 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будет произведение старое до 9-го года, доколе поспеют произведения его, будете есть старое. Так, смотрите. Если не посеять... Вот, 7-й год пришел. Посеяли в 6-й. Да? Последний раз собрали. И 7-й год не посеяли. Все, что они собрали в 6-й, ели в течение 7-го года. А в течение 7-го года неузея было сеять, поэтому нужно было получить двойное, чтобы кушать в 7-й, в 8-й и в 9-й. Потом получить. В 49-й год точно так же. Они сеяли в 48-й. Получается, в 49-й ничего нет, потому что они не должны выходить на работу, поэтому они собрали в 48-й. И после 47-й, в 8-й они ничего не сеяли, потому что если они посеяли, они не имеют права его собирать в 49-й, потому что в 49-й надо сидеть дома. В 48-й на 49-й никто ничего не сеял. В 48-й на 49-й никто ничего не... Мы где? В 49-й на 40-й никто не посеял, потому что в 49-й нельзя работать. Так? Они потом посеяли в 40... Какой? В 51-м. Да? И кушали в 52-м. Получается, 3 года ничего не сеяли, не собирали. И Бог, как Он решил вопрос? Он давал в 46-й год. Получается, они собирали в 48-й. Урожай сразу на сколько лет? На 3. Притом, Бог знал, когда давать урожай в 1 год за 3. Это происходило только на юбилей. Кто-нибудь скажите, аминь. Вы это не... Заметите, когда была мана с неба, они собирали каждый день. Бог давал ману столько, сколько надо в день. Но в пятницу Бог давал ману 2 раза больше, чтобы в субботу не выходили собирать. Хотя были некоторые из Украины приехали. И они в субботу вышли и ничего не нашли. Но самое главное, замерите, суббота всегда была связана с двойным вот этим благословением, которое дает Бог. Скажите, умножается благословение. Связано со субботой. Так, вы еще со мной, надеюсь? Я знаю, что когда мы харизматич, нам нужно сразу как можно быстрее в молитву, пастор. Но нам нужно знать. Вот. И вот поэтому Иисус выходит в синагогу, берет книгу, открывает и начинает читать. Дух Господень на мне. И последняя фраза, которую он говорит, ныне это исполнилось, было провозглашать благоприятное лето Господне. Которое есть юбилей. Что такое юбилей? И мы с вами читали из Левитии 25 глава. И вот Иисус имел в виду вот это. Вот это юбилей, о котором у вас было в законе, во мне исполняются реалности этого юбилея. вот почему я сказал наш юбилей Иисус Христос. Так, поэтому я сейчас вас поведу дальше в экскурсию, потому что надо, чтобы вы поняли все до конца. Поэтому Иисус говорит, я пришел вкратце на юбилей. они возвращались от рабства, поэтому говорится, каждый в дом свой. Если тебя взяли в рабство, или ты сам себя продал, или не мог дать долги, из-за долгов тебя забрали в рабство, в день юбилей провозглашали трубу, и в тот день ты свободен и идешь обратно домой полноценным гражданином нерабочи. Слава Богу за юбилей. Написано, каждый возвращается владение его, имеется ввиду, ты не дал долг, забрали у тебя землю. Или ты продал свою землю, потому что ты стал голодным и продал землю свою, своему кому-то. В день юбилея, хотя ты продал, тебе разрешали обратно выкупить свою землю. И получается, если твоих детей забрали в рабство за долги, 50-й год, труба и бегом забрать своих детей. К тому время они уже взрослые люди. Вот, написано, провозглашайте свободу всем людям по всей земле. Почему будет пробуждение среди евреев самое громкое? Потому что они понимают, о чем идет речь. Понимаете? мы понимаем Шевченко, мы понимаем, что мы понимаем еще? Мы понимаем наши традиционные сказки. Когда мы читаем то, о чем говорится в Новом Завете, оно у нас не регистрируется как что-то важное. Поэтому мы не так много об этом говорили. Мы не еврейский народ, чтобы понять глубину еврейства. Нет. Но когда евреи придут к Иисусу, они уловят глубину этого, потому что они живут именно, они ждут юбилей. Когда они узнают потом, что Иисус Христос, Он является исполнением юбилея, они так глубоко поверят и войдут, что эта земля потрясется. Слава Божия! Но пока наша очередь. Амин! Вот для чего Иисус пришел. Суббота, пока мы не решим вопрос субботы, я не пойду дальше, потому что вопрос субботы надо решать, потому что вопрос, тем более мы с вами делим много совместных проектов со многими людьми, и важно, чтобы вопрос субботы мы его подняли чуть-чуть, не так глубоко, но хотя бы частично. Вот. У нас в Украине церковь субботная очень есть в Украине, притом они не очень большие, хотя они древние в Украине, но они не большие. Можно даже сказать, что сейчас возможно численность церкви победы по Украине она больше, чем церковь седьмого дня. Они очень влиятельны, много финансов из западного мира, у них больницы здесь, у них много этих здравницей, вот, многие из вас вы не признавались, но вы отдыхали в их здравницах, вот, они там мяса вам не давали, по-моему, если я не ошибаюсь, заставляли вас плавать каждый день и ходить, вот, я знаю, там заставляли, наши ходили туда, по-моему, за Наги Гурон, там много раз было, заставляли ходить, не разрешали пить ничего после еды, по-моему, два часа, вот, купить до еда и не разрешали кушать и пить после, и вот, чтобы все переваривали, заставляли ходить, плавать, короче, в этом они молодцы, вот, поэтому, кто соскучится по травам, пожалуйста. Для чего суббота, которая была в Ветхом Завете? Суббота, оно указывало на то, что должно было быть в жизни человека. Оно указывало на то, что должно было быть в жизни человека. Посланок Колоссианам 2 глава с 8 стиха по 17 Смотрите, братья и сестры, вот, вас касается тоже, Бог считает, что братья важнее настолько, что состры включены в братьях. Так что, женщины, смиритесь с тем, что Бог вас любит так сильно, что нас поставил, как ваши защитники. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, то есть философия это умные изречения, которые трогают ума, но не имеют никакой суд или содержание внутри, или пустой разговор. Так, тут объясняется в принципе. Пусть никто не увлек вас философией и пустыми обобщениями по преданию человеческому. То есть я люблю цитаты. Вы знаете, что цитаты умные вещи? Я их использую часто. Но что такое цитаты? Это кто-то придумал и передает поколение в поколение и начинают цитировать чуть ли как Библия номер два. Вот я недавно слушал, как раз говорили два бизнесмена. Они говорят, понимаешь, мы полагаем, а Бог располагает. Так, а где такое написано в Библии? Нигде. Кто-то там цитировал такое когда-то, а в нашем обществе это уже цитат чуть ли Библия номер два. И поверьте мне, такие цитаты предания преданы нам так называемым умными людьми. Получается в каждом поколении какие-то умные люди так называемые, они приносят цитаты, а у нас самые мощные цитаты всех времен это слово Господа Бога. Почему мы бежим к человеческому преданию и вместо того, чтобы цитировать самое мощное слово всех времен. Ой, пастор Генри, ты идешь против образования. Не, кто вам сказал? Я за образование. Но образование не заменяет Библию. Есть разные царства на этой земле. Есть царство долгов, например. Если войти, окунуться в жизни, где люди долги имеют, там целое царство, целые принципы свои и методы общения. Есть царство образования тоже. И при том, это царство образования, оно очень много помогает развивать человека. Но повторю, если вы меня возненавидите, да будет так, все равно мне. Царство образования не равняется Божьему царству. Есть много, апостол Павел жил в царстве образования, у него оно было. если бы это и было царство Божье, ему зачем надо было еще изучать принципы Божьего царства, если царство образования равняется царству Божьему. Поэтому Павел, он имел образование, которое очень хорошо развивает нас как человеки. Но нужно всегда помнить, что царство Божье это царство Божье. И царство образования, и царство долгов, и царство всего должно подчиняться царству Божьему. Вы не представляете, как я только что сказал прямо, демоны дрожат надо мной там сверху. Но они ничего делать не могут, потому что я в крови Иисуса. По той причине, что одно из самых больших оболщений на земле. Хочешь быть кем-то, получи образование, а столько получили образование и остались никем, кроме названия. Так. Я понимаю, что вы сегодня меня не поймете, я вас предупредил вначале. Пастор Генн, ты против образования? Нет, нет. Я планирую открывать школу общеобразовательного, у нас будет свое здание здесь, у нас будет общая школа образования. Возможно, оно начинается здесь, на территории церкви, а потом мы переведем в другом месте. Я верю, что построим школу полноценную, потому что она даже спортивная всего. Притом, это такой план у меня, который будет, и не только, мы же в Ходске, где мы строим детские, мы ходим, там тоже общая образовательная школа. Я за образование, скажи аминь. у нас будет общая образовательная школа при церкви Победа. Возможно, даже и не одна. И на этом мы не остановимся, мы пойдем дальше. У меня есть такая мечта, горит в сердце университет, который даст людям качественное образование и не берет взятки, чтобы туда попасть. Гизу, правда, твои дети туда пригласим. Вот. Поэтому, зачем я это говорю? Чтобы вы знали, что я не антиобразование. Я так рад за образование. Я так ой, слава Бог за образование. Образование помогло мне. Многие вещи поняты. Раньше чем я столкнулся с большими откровениями Божьего Царства. Но после всего этого добавляю, образование не заменяет Царство Божие. Образование становится орудием, которое Царство Божие может использовать. Но Царство Божие незаменимы ни образованием, ни деньгами, и ничем. Так, вы еще со мною? И все, кто обиделись, успели меня простить уже? Спасибо. Аллилуйя. Все, кто желает быть пастором, подумайте, хорошо. В течение одного собрания на тебя обидится, захотят, чтобы ты умер, потом захотят, чтобы ты жив, потом тебя благословляют, потом тебя обнимают. Все в одном собрании. Поэтому, если хочешь быть пастором, не привыкай слишком к любви людям. Оно исчезнет вот так, как называется. Туман не так быстро вообще. Я не знаю, почему говорят, как туман. Туман быстро не уходит. Что уходит быстро? Пар? Да. А так, оно есть и раз нету. Поэтому, если ты привыкаешь, ты можешь, у тебя будет вот такое в жизни и два года не поживешь. Поэтому, нужно научиться быть, как это называется, какой-то нейтральным человеком, которые сказали, пастор, ты очень хороший, не особо не восхищается от этого. Потому что этот человек может вернуться к тебе через пару часов и сказать, ты ужасный. Тогда, ты не выдержишь. Лучше и к первому относиться так себе, чтобы, когда будет второе, было так к себе. Чтобы было легче. Ну вот, поэтому, смотрите, продолжаем. Халлилуйя. Так, мы читаем с вами Колоссианам вторая глава. Мы так долго читаем, что вообще рекорд. Читаем дальше. Начинаем с самого начала. Смотрите, братья, чтобы никто, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обобщением, то есть это слова, внутри которые нету ничего. и пустыми обобщением по преданию человеческому, по стихиям мира, то есть иметь основу, начало свое в мире, а не по Христу. почему у меня постоянно война с философами. Ибо в нем во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Философия меня искал смысл жизни, ищу, 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 потом раз во Христе не ищу больше, нашел. Во Христе я нашел. Так, читаем дальше. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нарукотворением. заметьте, для того, чтобы быть в завете с Богом, надо было проходить обрезание. Иначе вы не в завете с Богом. Так, сегодня оказывается, простите, но это в Библии, я читаю то, что в Библии, хорошо? Я ничего свое не добавляю. В нем вы обрезали. Оказывается, мы с вами прошли обрезание, и мы даже не заметили. И есть причина, почему я это указываю сейчас. Потому что, если мы поверим это, что мы с вами уже имеем обрезание, будучи не обрезаны. Это означает, смотрите, мы, ибо в нем вы и обрезаны, обрезанием нерукотворным. То есть, есть обрезание другое. Совлечением греховного тела плоти, обрезанием христовым. То есть, есть такое обрезание христовое. Естественно, идите к какому-то раввину и сказать, я тоже обрезан, только обрезанием христовым. Он думает, что вы сумасшедшие. Но, получается, вот в чем суть, что мы в Новом Завете. Кто-нибудь понимает меня? То есть, мы не проходили обрезание, но мы имеем право вести себя, как обрезание. Мы в полном Завете с Богом, который он заключил с Авраамом. Там надо было, чтобы каждый человек прошел обрезание. А мы во Христе имеем. Но, братья, радио здесь, потому что вас спасли. Вот, здесь говорится, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли. Заметите, вот это умение принять на себя то, что Иисус делал, хотя меня там не было. Вот это то, что многие христиане не умеют. Нужно учиться принять. Я умер со Христом. Я погребен был со Христом. Я воскрес вместе со Христом. Вот принять то, что Иисус сделал, на свой счет. Я его имею. И читаем дальше. Это мы принимаем верою. Скажи, вера моя дает мне получить сегодня все, что было во Христе Иисусе тогда, когда Он умер и воскрес. Вот настолько мощная наша вера. И говорится дальше. Которые воскресли его из мертвых. Халлелуя. Так. Читаем дальше. Мы по 17. И вас, которые были мертвы в грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. То есть мы прощены. Дальше. Истребив учения, бывшие у нас рукописания, которые были против нас, и Он взял его отсреди и пригвозил ко Христу. Ко Христу. Отняв силы уначался властей, властно подверг их позору, вас расчесывал над ним собою. И так никто 16 я буду читать медленнее здесь. Медленно надо читать. Вот тут выгодно быть иностранцем. Я могу говорить медленно и подумать, что Он так говорит. Это вот к этому я шел все время. Вот потому что сложно. Я издали пришел, чтобы вы поняли принцип. То, что было в Вечном завете обрезание, мы имеем без обрезания плоти. Вы меня понимаете, да? Вот оно Духом к нам пришел во Христе верою. Дальше. Итак, никто то есть нет ни одного человека на этой земле вообще. Да не осуждает вас. Запишу, то есть забыли, сказали, за сало. Пусть не осуждает вас. Запишу запитье или за какой-нибудь праздник. За какой-нибудь праздник. Что значит за какой-нибудь? праздник. То есть если оно называется праздник. Речь идет о праздниках Ветхого Завета. Им говорили об их праздниках. Вот вы празднуете вот такой праздник? Нет. А этот? Нет. А этот? Нет. Вы наверное не рождены свыше. Мы очень даже рождены свыше. потому что пусть никто не осуждает вас за пищу запитье или за какой-нибудь праздник или новомесячие или субботу. Это мне надо повторить. Потому что многие из вас не слышали. Потому что у вас тетя адвентистка. и она вам повторяла каждый день. И у вас чувство вины начнет вас давить. И за это я решу как шахматист немножко. Я учу одно дело, а решаю что-то добавить ради определенной свободы. Вот. Это надо читать. Аллилуйя. В Новом Завете говорится о субботе два раза или три, не больше. То есть в Новом Завете много не говорили. Кроме то, вот не пришел. Да, это говорилось, что в день субботний Павел пришел, в день субботний, в день субботний. Но говорит о том, как себя вести в субботу. Этот раз еще есть пасына к евреям. Вот. Два места. Но мы сегодня не будем все рассматривать, не наша тема. Но я просто это надо, чтобы вы обязательно слышали. Читаем повторно. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, за питье или за какой-нибудь праздник. Или Новомесячье, или субботу. А почему 17 стих? Это есть тень будущего, а тело во Христе. Так, кто, скажите мне, пожалуйста, тень откуда приходит? От тела. То есть, я сейчас проверю, насколько наши тело сработали красиво. И они сделали четко, у меня не должно быть тень вообще. Вот я ищу чуть-чуть, но немного. В общем, почти молодцы. Вот, тень у меня, вы не увидите. Главное дело было, чтобы вы не видели. Вот, тень, вот, ты любишь, я вижу часто бегать в зале во время проповеди. Вставай, пожалуйста, тебе легко. Ты можешь пройтись? О, есть тень, стой, стой. Все, да. Смотрите, вот тень гизо. Скажите мне, куда же ты побежал? Стой. Внимание. Ты пройди туда и назад. Смотрите на тень. Вот. Теперь назад. Медленно. Вот, смотрите. Да, не ты смотри, мы смотрим. Стоп, стоп, стоп. Смотри на этот тень его. Медленно очень иди. Тень идет, и люди увидели тень. Суббота, праздники и тому подобное. Бог дал им этот тень, но они не видели тела. А Павел говорит, тело же, где находится тело? О, Христе, спасибо, Гиза, за твое тело и тень. Я же вам сказал, что сложно, но просто. Так, что такое тень и тело? Тень это нереальности. Тень указывает на то, что реальность идет. Тень будет меня слышать, да? Реальность идет. И когда появился в русском языке, сейчас есть такое слово идиот, означает глупец, да, по-моему? Да. А я говорю, я правильно назвал идиот? То есть разница между идиот и идиот. В чем разница? Как? Раз, как? То есть идет быстро. Потому что я переживаю, что надо обзывать людей, когда я говорю, что человеки. как? Идиот сразу идиот, а идет отъехать. Так, идиот, это тут корова мозга, которая мозги в отпуске, так? А идет, это тот, который шагает. Хорошо. То есть главное быстрота надо. После день надо не отдыхать. Как только отдохну, значит ты хорошо. Вы же были на работе у себя сегодня? Вы же как-то улыбались, да? Я сейчас на работе. Я на работе. Это моя работа. Вот. И на работе я тоже имею право улыбаться иногда или нет? Поэтому некоторые говорят, пастор Аргентина проповеди надо улыбаться. Я на работе. Это моя работа. Но я же могу иногда улыбаться во время работы. Аминь. Так. Суббота. Согласно того, что мы читали Крусия нам два. Это на сегодня достаточно к тому, что нам надо. Это была Тен Будущего. То есть они смотрели в будущее придет и для них еще не пришел до сих пор. продолжали искать где. А мы нашли то, что назвалось будущее уже прибыл Иисус. Когда вышел, взял книгу и читал, он сказал ныне сейчас вот то, что вы ждали в будущее сегодня исполняется здесь. И мы с вами то будущее, которое они ждали, мы его имеем во Христе. Мне нравится харизматический амин. Ничего не поняли, но говорили амин. Вы ничего не поняли? Нет. Как вы можете говорить мы поняли? Я сейчас вам объясню. Хорошо, пастор, мы вошли в будущее. А что это значит? А вы же амин сказали. Что это значит, что мы вошли в то будущее одних, которые Бог имел ввиду? Я здесь буду специально не все раскрыть, но все сложно, но я кое-что скажу вам. Мы живем в этой юбилее, в это лето Господне благоприятное, в этот субботе, в этом отдыхе Господа, который принес нам Господь Иисус Христос. Вообще-то христианство это не что иное, как жить в Божьем отдыхе. Теперь у нас суббота, не каждый седьмой день, не каждый седьмой год, и не каждый 50-й год, а мы вошли в 50-й год, юбилей, и там остались, и мы оттуда не выходим, и мы живем по принципам юбилея 50-го года. Почему? Иисус Христос, пришел, провозгласил юбилею, и он не провозглашил его закрытие. Юбилей всегда объявляли, пу-пу, все бегают на свободу. Год прошел, 50-й год, и был день, когда вы ходите снова, и пу-пу, и закрыли юбилей. Все обратно по домам, по делам. А в этот второй труп, будет звучать, когда возвратится Господь Иисус. И оно никто не затрубил конец юбилея. Поэтому с того дня, как Иисус открыл книгу, юбилей двигается, и мы в этой юбилеи. Скажи амин. амин. Так, ой, я, я. Все равно надо продолжать. Вот, если я возьму вот эти салфетки, я возьму их и брошу, смотрите, что с ним делается. Падает. Почему падает? Потому что есть закон тяготения, который его тянет вниз. Смотрите, вот так падает. Есть такой закон. И этот закон, я его вижу, я его понимаю, я обучен в этом законе, я в курсе, поэтому я осторожен во всем, что я делаю, потому что я знаю этого закона. И вот придет ко мне, к вам пришел какой-то человек и говорит, иди сюда, Господин, ты вышел. И вы увидели такую большую металлическую штучку, называемую самолетом. И скажут, ты видишь, вот это, да, гигантик, да. Это почти как вес, как 20 автобусов, наверное, или сколько там. Или три, или даже больше автобусов. Говорит, ты представляешь, что эта штучка может летать в воздухе? Если вы воспитан в этом законе, что вы скажете? Ты сумасшедший. Как? Это в воздухе, ты что, упадет? Вообще такое падение будет, что и дома развалит. Почему он это говорит? Потому что очень хорошо обработан законом тяготения. А этот, который говорит, что самолет летает, он обнаружил, что есть еще другие законы, которые работают. Которые могут не нарушать закон тяготения. Нет. Не нарушается закон тяготения. Останется. Но превосходить закон тяготения. Я вам говорю, что сложно будет, и вы сказали, пастор, продолжай, молча, притом сказали. И я это делаю. Смотрите. Значит, закон тяготения работает. Закон аэродинамики признает закон тяготения, но не нарушает его, просто его призва, как это правильно сказать, призва сходит и взлетит. И этот господин, который знал только этот закон, когда увидит, как этот большой гигант взлетает, он говорит, это же магия и ковдовство. Но на самом деле это не магия, не ковдовство, а еще один закон. Давайте попробуем думать про лодчика, который внутри. И пассажиры все, которые внутри. Пассажиры, которые внутри, они тоже знают про этого закона. Но они настолько доверяют закон аэродинамики, что они верят, что отдыхать в субботу, лежать прямо в самолете, он меня повезет туда, куда мне надо. Они верят в закон аэродинамики. Вот я родился, не знал Слово Божие, не знал принципы Божьего Царства, не знал Библию. Все, что я знал, это Генри, да, папа, это мой папа учил, хочешь быть человеком? Да. Слушай меня. Не воруй. Спасибо, папа. Правильно. Учись. Хорошо. Найди хорошую работу. Хорошо. Успевай купить много чего до пенсии. Хорошо. Найди себе хорошее поле. Хорошо. Потом взращивай там хорошие вещи. Хорошо. Когда приходит время жениться, да, папа, найди человека, кто умеет обрабатывать огороды. Хорошо. Папа мне давал наставление. Я живу, ищу огородную, ищу этот, ищу все, ищу... Потом в мою жизнь пришел Иисус. Скажи, пришел Иисус. Пришел Иисус. И во Христе я обнаружил Царство Божие. Скажите, Царство Божие. Скажите, во Христе Иисусе мне открылось Божие Царство. И Божие Царство у Него свои законы. И эти законы не противоречат естественным законам, которые на земле, которые же Бог поставил. Эти законы способны превсходить, превзойти земных законов. Вы меня понимаете, да? Но для кого они превзойдут? Если самолет взлетает, а я на хвосте самолета, снаружи, держусь, я не вошел внутрь. Все, которые внутрь, знаете, что внутри самолета, они спят. У них суббота. Они отдыхают. Самолет летает. Они отдыхают. Приехали куда надо, вышли. Ой, мы уже прилетели. Ой, слава Богу, побежали. А тот, кто держался за хвостом. Потому что он верит, как будто и в те принципы, и в тех. Вы меня поняли, да? Он вроде бы и верит, что самолет способно летать, но на всякий случай, чтобы я успел прыгнуть, я буду на хвосте. Он умрет. Он быстрее всего погибнет. Ему надо было либо остаться на земле, а если пойти с этим новым законом аэродинамики, надо было сесть внутри самолета и доверять. Скажите со мной, Божьи принципы, скажи, принципы Божьего Царства работают, когда я им доверяю. Скажи, либо я доверяю, и они работают для меня, или я не доверяю, и они не работают для меня. Божьи принципы работают, если мы так доверяем, что начинаем полагаться на них, аж сесть, словно как в самолете. Это надо поверить, что то, что Бог говорит, это да, это правда, это работает, и я могу свою жизнь на это построить. А мы с вами часто ведем христианство, похожее на пассажир, который держит за хвостом самолета, и как только будет пятьсот метров, ветер сдует его, и он упал, не улетел, не насладился ни земным, ни законом тяготения, и не так, и не так, летучие мыши, и не звери, и не птица. Вау! Вы сами сказали, пастор, продолжай, сложно, но мы поверим, и я так и делаю. То, что вы мне сказали молча, считается все равно. Аминь! Могу продолжать, так или нет? Вот. Поймите меня, нам нужно понять вещи. Если мы не можем понять, то наша вера ограничена. И когда мы понимаем, наша вера тверже, принимай решение, верить принципам Божьего царства. не надо, вот это половинчатые отношения. Доверяй принципам Божьего царства. Доверяй обитованиям Божьим. Если ты можешь доверять самолету и лодчику, это же преступление, не верить Господа, Бога и его принципам. и при этом заявлять, что я христианин, я верю в Иисуса, а он умер, чтобы эти принципы сработали. Я решил, что надо радикально доверять принципам Божьего царства. Просто радикально верить. И радикально жить по ним. И радикально двигаться, как они говорят. И радикально соглашаться с ними. И радикально шагать, толкать, говорить, провозглашать, ожидать, согласно принципам Божьего царства. Учимся дальше. Мы не закончили. Вот. Смотрите. Мы здесь с вами говорили. Мы вошли в субботство. Юбилей. Получается, что в начале, скажите, в начале, когда Бог создал Адам и Еву с самого начала, Бог, если читать книгу Бытие, мы обнаружим, давайте, второй стих, пятый, вторая глава, с пятого стиха, это третья, у вас там место по-другому. Вторая глава, пятый, стих чуть-чуть прочитаю. И всякие там кустари, которые еще не были на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, и Бог Господь, Бог не послал дождя на землю, и не было человека для возделивания земли. Так, дальше. Но пар поднимался с земли и оращал все лица земли. То есть, ничего не росло. И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. И насадил Господь сам сад в раю, в Едеме, и поместил там человек, которого создал. Так, и произрослил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 10 стих. Из Едема выходила река, оращение рая, потом разделялся на четыре реки, там еще золото, много чего там начало говориться, дорогие камни. Вот, как Бог делал в начале. Вот, 28 стих, и 29, это же Бытие, вторая глава. Вот, Бог начинает создать человека. И Он создал человека во второй главе Бытие, 28 стих, и Он обращается к человеку и говорит. Так, 2,28 Бытие. И Господь благословил человека. 2,28 Я найду или 1,28 1,28 Бытие, 1,28 И благословил их Бог и сказал им Бог плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владитесь над рыбами морскими и над птицами небесными и над всякими животными пресмыкающимися по земле. Вот, 29 И сказал Бог вот я дал вам всякую траву сеющую семья, то есть трава, которая имеет семья. вот оно съедобное. Так, и дерево всякое, у которого плод деревесный, сеющая семья, вам пищу даю. То есть Бог дал им пищу вот это. А возделивание земли, которое говорится про Адама, это не было для пищи. Для пищи ему дали. вы заметили, что ему дали для пищи уже. Так, он должен был охранять и возделивать землю, красоту наводить, порядок наводить, а для пищи ему дано. То есть человек не должен был пахать много, чтобы найти пищу. Пища у него была. Пища была. Заметите, была. 3 глава Бытия 17 стих. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голос жени твоей и ел от дерева, которому я заповедовал тебе, сказав не ешь от него, проклята земля. Вот заканчивается его суборство, заканчивается его отдых. Раньше он ел, все готово, все есть, он охраняет сад, возделивает, чтобы было красиво, а Пища у него есть. Но с этого момента ушло все. Проклята земля. Вот. За тебя. То есть сначала этого не было. Со скорбью будешь питаться от нее. До этого он не питался со скорбью. Адам ел без скорбы. Со скорбью от пота. Работать много будешь, чтобы что-то есть. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Дальше. Терния и волши произрастут она тебе, произрастет она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб. То есть теперь чтобы кушать, тебе придется много мучиться. Работай. доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Я не буду много на это остановиться. Одно только я скажу. Если вот читать то, как жил Адам и как теперь ему приговор пришел, какой из этих двух более похожий на наше время? Первый, когда он пришел, все готово кушать? Или второй, где он пашет, чтобы кушать? Общество наше, имею ввиду. Похоже на какой? На второй. А второе, это царство Божие или результат грехопадения? Вот. Я сегодня объясняю обедом не буду, я оставляю вам на раздумье. Не буду трогать, времени у нас нет. Единственное, что я скажу так, что есть принципы Царства Божьего, в принципах Божьего Царства есть понятие юбилей, скажите юбилей. Человек, который лежит внутри самолета, он отдыхает в том, что касается бегать между Киевом и Бангкок. Я не бегаю в Бангкок. Куда ты бегаешь в Бангкок? Нет. Я сплю. Но внутри самолета я что-то делаю. Я сплю, я встаю, я пью воду, я кушаю, я почистил зубы, я помол свое лицо, я ходил, поговорил, я сел. Я не бездейственный. Я отдыхаю, но что-то делаю. Так, вы меня понимаете? Вот это принцип Божьего Царства. Меня самолет носит, несет. А почему носит плохо? Носит, значит, он должен тоже бегать. Хорошо, а если он летает, носит, несет, он летает, да? Или бегает? Или никак? У вас такие медленные ответы, что вообще? Кто смотрит онлайн, думает, что за люди? Самолет меня несет. В принципе, перемещение с Кивом, Бангкок, я отдыхаю. Но есть вещи, которые я делаю, мои ответственность внутри самолета. В Царство Божие я попал под определенным влиянием, которое называется Божие благословения. Кто будет меня слышать? И это Божие благословения меня несет, но я, будучи внутри благословения, кое-что делаю. И мы хотим жить жизнью не как после проклятия, а как люди, живущие в юбилее во Христе Иисусе, в которых мы имеем благословение, скажи аминь, где благословение Авраамова на нас, скажи аминь. Так, это означает Иисус Христос, последний Адам, Он возвращает нас к тому, что было потеряно, когда Адам согрешил. Вы смотрите вот третья глава или вторая глава. Библия говорит, что Бог работал шесть дней и на седьмой день почил. Это не означает, что Бог устал. Если бы мы читали еще к евреям, четвертая глава, это объясняется, там, что это не от усталости Бога отдохнул, а от того, что Он закончил. То есть закончено, больше ничего не надо делать, и Он закончил, отошел от дел, не в смысле, что устал. И когда Он все сделал, последнее, что Он создал, это был человека. Он создал человека в шестой день. И первый день человека, когда Он был создан, и уснул, проснулся, следующий день была суббота. Первый день жизни человека, он встретился субботой. субботой. когда Он смотрел на Бог, Бог ничего не делает, ему сказать, делай, то он только отдыхает. И вот это суббота, тот отдых, в которой был создан Адам. Он не был бездевником, нет. Он не был лентяем, нет. У него были определенные ответственности, да, но он находился в общем покое Божьем. И он двигался с Богом, и все шло хорошо. Он возделивал землю, он охранял, он много чего там делал, он был занят, и он это все, что он знал. И когда это все было нарушено, его выгнали с сада. Теперь чтобы кушать что-нибудь, ему нужно поссориться с десятью клиентами, ему нужно вообще, там сыновья его дерутся между собой, один убил другого. Короче, начинается все, неожиданно со всех сторон, и Иисус пришел и взял книгу и объявил, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать ничему. И Он начал говорить, я пришел затрубить трубу, первое, чтобы лето Господне благоприятное. Если возвращаемся обратно к Левитю, первое, что было в юбилей, это была свобода. Скажите, свобода. свобода означало восстановление человека. То есть, ты в рабстве, труб юбилей пришел, как только ты услышал трубу, ты на поле работаешь, ты там собираешь смоквы, не важно, что ты делал, труба за трубью, с этого момента, ты не обязан слушаться твоего так называемый Господин. Ты свободен. Скажи свобода. Во Христе Иисусе, в юбилее Иисуса, вся наша жизнь, мы призваны жить в свободе. Поэтому сегодня, когда слышишь эти слова, ты имеешь право найти любых Господа, которые господствуют в твоей жизни, которые не Господь Иисус, и сегодня имеешь право сказать, все господа, прощайте, даже вон с моей жизни, я свободен во Христе Иисусе. Мы имеем право прийти смотреть в лицо на так называемые господа и говорить, ты, наркотики, вон с моей жизни, болезни, вон с моей жизни, всем по именам, ты имеешь право отказаться, приказать, чтобы они ушли. Скажи, юбилей. Там говорится, восстанавливались имущества, земли возвращались своим хозяевам, то есть, они потеряли свое имущество по разным причинам, иногда потеряли по их глупости, иногда потеряли по их неумению правильно рассчитать, иногда потеряли потому, что они стали голодними, иногда потеряли по и не родителями, по разным причинам теряли. Люди теряют по-разному. Но в юбилее во Христе Иисусе мы имеем право прийти и говорить все потеряное во имя Иисуса, во Христе Иисусе. Все, что я потерял, я говорю, чтобы оно возвратилось ко мне. Скажи, все потеряное. Скажи, все украденное. Да возвратиться ко мне. Пастор Гена, у меня украли машину. Поэтому скажи, машина назад. У меня украли квартиру. По чьей вине? По моей? Не по моей? Не важно по чьей. Юбилей пришел, оно покрывает и глупость человека и восстанавливает все потеряное. Скажи, аминь. Скажи, я возвращаю все мое имущество. Все мое, что потерялось. Скажи, да, аминь. Пастор Генри, да. У меня была беременность и был сыр в два раза. Потерял двое детей. Сегодня можешь провозглашать в юбилей иметь право сразу рожать двоих. Проблема с тем, что у тебя вера мало. Многие у женщин. Мы можем даже на четыре провозглашать. Поэтому, заметите, вот все потеряное. я недавно сидел, я уже решил больше этого не делать, чтобы не расстраиваться. Я уже понял, что моя душа становится больше и больше хрупкой, или как это правильно сказать. поэтому я уже больше ее как это называется шадить, что я делаю? Шадить, а что я делаю? Шажу? Вау! Вот это словчик. Почему вы его никогда не говорите? Я вас никогда не слышу, чтобы вы сказали, что я шажу свою душу. А как по-украински? Бережу. Бережу. Это украинское слово? Захищаю. Или сбери. А когда бережу, где сбережу? Начинается уже мовная война. Ну ладно. Сберегаю. Бережу. Бережите ваши души. У вас и я она одна. Не заменяется. Волосы можно терять, а души нет. И вот я хочу сказать. Поэтому некоторые вещи, но чисто для, поскольку я готовился к собору проповедей, да, я решил себе напомнить ради проповедей. Вы поняли, да? Чтобы провозглашать в духовном мире. Я сказал Бог в последний раз. Написал деньги, которые люди мне должны. Я уже решил давно больше не вспоминать, чтобы уже забыть. Все деньги, которые от меня люди взяли когда-либо, одолжили меня. Перечислил и возлагал руку Господь. Я от них больше ничего не прошу. Лукавый украл, собрал. И я требую, я в юбилее сижу восстановление все, что я потерял когда-либо. Скажи восстановление. Еще раз. Еще раз. Скажи я приказываю, скажи провозглашаю восстановление, возвращение все, что я потерял в течение моей жизни. во имя Иисуса. Скажи, даже то, что я потерял, но не успел видеть, я провозглашаю восстановление полное. Скажи, восстановление моего повышения, скажи, восстановление расширения, скажи, восстановление скорость движения, скажи, восстановление моей позиции в Боге, скажи, я принимаю восстановление. Даже если я потерял позиции, по моей глупости, все равно принимаю восстановление. Аминь. А что еще они получали? Вот. Помните, там мы читали, давайте будем читать, чтобы вы вспомнили. Левите, 25 глава, 20 стиха. Я хочу повторить. 20 стиха. Если скажете, это Бог, что же нам есть седьмой год, когда мы не будем сеять и не собирать произведения, Он знал, что Его народ они спросят. Они не молчали я пошлю благословение мое на вас в шестой год и оно принесло произведение на три года. Скажи, тройное благословение. Скажи, юбилей это время тройного благословения. Замерите, Он еще не трубил, что конец. Поэтому мы живем в этом тройное благословение. Оно наше. Скажи, тройное благословение. То есть Бог обещает тройное благословение один урожай на три года. А мы каждый год собираем урожай. Один урожай на три года. Один урожай на три года. Получается, за два года у нас четыре лишних урожаи, которые собираются. Это называется сберегательная касса. Или расшот, не шот, или неважно как его называете. Кто-нибудь меня слышит? Получается, три года уже шесть лет накопились, а три мы израсходовали. Четыре года, четыре мы съели, а восемь лет накопилось. И получается, почему Библия говорит, что праведный оставляет наследие даже правнукам своим. это все находится в юбилее, в смерти Господа Иисуса. Это то, что он пытался им объяснить, когда он читал эту книгу. Что еще они получали? Так, мы уже прочитали, возвращаемся назад. И он говорит, все, кто были рабами, свободными. Это возвращение достоинства. Вы не представляете, что такое потерять свое лицо? Почему люди часто маскируются, они пытаются лицо хранить? Да? Из-за этого маскируются. Говорит, человек в магазине, да? Вот девушка украла, что-то там, карманы положили. Ты украла? Нет! Почему она говорит нет? Хотя она знает, что она украла. почему она врет нагло в лицо? Пытается лицо хранить. И получается, что многие люди потеряли свои лица. Не от того, что они признали, что они украли. Царство Божие наоборот. Лицо твое сохраняется от признания. Признал? Покаялся? Восстановится достоинство. А вот те, которые перекрывают, не восстанавливаются достоинства таким людям. И вот получается, рабы становятся свободными. Имеется ввиду, твое достоинство возвращается назад. Во Христе Иисусе ты становишься снова личностью. Скажи во Христе Иисусе я личность. с Божьим достоинством. Скажите со мной Аминь. Ты больше не бывший алкоголик, ты просто Саша. Даже Александр Николаевич. Ты больше не наркоман Боря, ты Борис Олегович. Человек с важностью. Скажи Аминь. Скажи во Христе Иисусе я лицо. А вы знаете, девушка, да, это же она стояла на этих на дорогах проституции занимается, занималась. Когда ты покаялась, приняла Иисуса, ты не бывшая проститутка, ты принцесса Божьего Царства. И шанс, что ты станешь апостолом в Божьем Царстве большой. Если вы не умеете забыть то, что было в мире, то у вас будет большой шок в юбилее. Потому что эти проститутки, которые стоят на дорогах, они станут главными евангелистами, главными пасторами, главными чудотворцами, а вам придется бегать, дать им воду, чтобы они пили во время проповеды. Молчание. Я так и ожидал, потому что вы не умеете принимать то, что действие Божьего юбилея, оно меняет человека, и он становится оригинальным Божьим планом, который был с самого начала. Если ты пришел в церковь, потерянный, ты сам не знал, кто ты, как тебя зовут, откуда ты, у меня есть новость для тебя, Иисус Христос, твой юбилей, ты свободный от того позора и стяда, во Христе Иисусе, ты снова личность, и мы тебя любим, уважаем, принимаем, обнимаем с любовью. А почему? Потому что мы сами тоже получили свободу, как и ты, разные очереди, разных временах. А если я уже в Боге, я спортил свою позицию, вернись, только на этот раз не спрячь. Потому что когда ты тебя спрятят, я не украл, когда ты украл, теряешь возможность снова восстановиться. Тогда теряешь возможность. Чтобы восстановиться, нужно не прятать, открыть. И тебя восстановится, ты восстановишься, тебя восстановят, и ты снова бежишь. И в Царство Божие ты будешь процветать, и двигаться, и летать, и вообще нету границ. Скажи да, аминь. А как же мое лицо? Ты не первый. Ты видишь, все эти аллилющики, которые возле тебя, они точно так же проходили. Он сказал, 61 глава Исаия, 3 по 5, мы этим закончим. Он говорит, возвестить, ну, мы начинаем не с того, с того, что мы говорим, Дух Господень на мне. Давайте с 1 стиха. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Благою вес для нищего. Какая может быть благая вес для нищего человека? Благая вес для нищего, который кушает нечего. Что такое благая вес для него? Теперь будет что есть. Во Христе Иисусе юбилей это не есть юбилей нищети. Это юбилей достатки. Дальше. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Это разбитых сердцем. Бог знал, что в жизни, в которой мы живем, мы будем разбиваться много. И каждый раз Он соберет тебя. Он исцелит тебя. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать плением освобождения. Узником открытия темницы. И дальше. Второй стих. Проповедовать лето Господне благоприятное. Это все мы имеем право. Но на это не заканчивается. Третий стих. Там говорится. Возвестить сетющим на Силоне. Что им вместо пепла дастся украшение. Скажи, в моей жизни вместо пепла дается мне украшение. Заметите, что Божье Царство за украшение вместо пепла. Вот. Не надо у духа... У духа... Так. Вам повезло, что я не нашел слова. Поэтому, когда люди... Заметите, у человека была пепля на лице. Пришел в юбилей. Убрали пепла. Но не оставили лицо в таком же состоянии, как было. Добавили ему украшение. Украшение – это Божья идея. Я специально молчу, чтобы дух религии сбежал через двери. Потому что нам нужно заканчивать собрание хорошо. Без него. Так. Вместо плача – елей радости. Это юбилей. Вместо унилого духа – что дается? Славная одежда. То есть, мы люди, которые не ходим, а мы подпрыгиваем, аж летаем. У вас что-нибудь проблемы? О, куча. Вы хотите, мы можем поделиться. Но, несмотря на эти проблемы, мы летаем. Кто-нибудь скажите «Амин». Славная одежда. И назовут их силными правдой. Чем они силными? Правдой. Насаждением Господа во славу Его. И четвертый стих мы закончим. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставившись в запустыне с давних родов. То есть, тот поколение, которое войдет в это, они должны это делать. С момента прихода Иисуса Христа мы с вами имеем ответственность перед нашим поколением и перед провалами родов и поколений, которые были до нас. Мы должны восстановить все, что они потеряли. Халлелуя. Пять стихи с этим закончу. И придут иноземцы, и будут пасти стадо ваши, и сыновья чужих странцев будут вашими земледелцами, и вашим виноградом. И вместе у вас будет компания, у вас будут фермы, у вас будут заводы, и не хватит рабочая сила. Все эти израильтяне должны были быть такими богатыми, что некому работать на поле. Вы понимаете? Они все обогащены и берут работников из других государств. Заметите, принцип юбилея – это не принцип нищеты, а создание рабочих мест для многих и даже для других стран мира. Моя вера, что в Церкви Победы поднимутся столько мужчин и женщин, которые создадут столько рабочих мест для людей масса, много, тысячи, тысячи, десятки тысяч. Скажите «Амин». Почему государство не решает вопрос рабочих мест? А потому что не они должны, они не в юбилей. Вы в юбилей. Ваша работа, ваша ответственность, ваше призвание – создать множество рабочих мест для людей. Юбилей охватает тебя, твою семью, твое общество и даже чужеземцы и других народов. И мы с вами расширяем нашу веру, наше ожидание, наш приход в Иисусе Христе – это не только для того, чтобы мы получили прощение грехов. Это начало. Не только, чтобы мы были свободными, это тоже начало. План Божий, чтобы укрепились в этом, и мы начали расширять влияние юбилея настолько, что народы начинают помчить от этого благословения. Наше общество и все народы. Поэтому люди, которые говорят, Бог хочет, чтобы мы все были нищими. Почему Бог сказал, что люди придут к вам? Потому что среди них не должно было быть ни одного, нищего. И некому работать на поле. Поэтому они с других стран. Бог силен и готов был благословить, наполнить. Поверьте мне, мои дорогие, наша вера в Иисуса Христа – не локалная вера. Это не вера для кухни только. Это не вера для моего дома только. Это не вера для церкви только. Это вера, масштаб которой способны менять жизнь, духовную жизнь страны. Экономическую жизнь страны. А экономической жизни не только страны нашей, а иноземцы и других народов широко перестаньте локализировать веру в Иисуса. Сила в эту веру слишком большая, чтобы ее локализировать на мелкие нужды только. Она большая, она далеко идущая, она способна на многое. Мы получили веру в Бога, Творца неба и земли. Доверяй этим принципам Его, доверяй Ему. И Он хочет расширить влияние далеко. Вот я так надеюсь, что вы меня поняли сегодня. Если вы меня не поняли, я сам сделаю без вас. Но я верю, что вы меня поняли. И мы вместе это сделаем. Скажите Амин. Скажите Ему, вместе это сделаем. Потому что если вы не включитесь, я все равно сделаю. Все равно. Вера в Бога, она такая большая, такая мощная, что это преступление локализовать Его. Это преступление, чтобы оно только крутилось вокруг тебя, твоя машина, твой дом. Это преступление. Оно должно помочь инвалидам. Оно должно достигать дети. Без родителей. Оно должно достигать малоимущих. Оно должно достигать города. Оно должно достигать вопрос коррупции в стране. Оно должно достичь далеко. Скажи далеко. Еще раз. Еще раз. Еще раз. И Бог ищет таких людей, которые могли бы поверить в Него, в Его Царство, в Его принципах, чтобы через них менять народ. Закончу я вот этим. Мы с вами часто в восторге от американцев. Ну, молодцы, действительно. Что сказать? Но большинство из того, что делает в Америке хорошее, идея началась с кем-то. Был такой господин Конуэлл. Не надо запомнить его имя, не обязательно. Мне надо запомнить вам, не обязательно. Он был бизнесменом. Потом он был фермером, потом бизнесменом, потом пастором. Заработал деньги, у него хватало уже деньги на жизнь, и он пошел быть пастором. Он любил Бога слишком, потом пошел быть пастором. И вот, и когда он был пастором, к нему приходили ребята, которые сказали, пастором, вы и бизнесмен, и этот, вы фермером был, у вас высшее образование. Он посовместительствовал, он дал, работал лектором, или по-нашему лектором, или преподавателем. Они сказали, у нас денег нет. Вы не могли бы, мы будем приходить в церковь, вы учите нас высшее образование. Мы будем без диплома, но знания у нас будут, чтобы мы как-то прожили. И он два раза с этими ребятами встречался. После третьего раза он сказал, стоп, что я делаю? Я же верю в Бога, в царство Божие я нахожусь. Я под властью самого мощного, самого мощного царства на земле. Почему бы не построить университет для таких ребят, у которых много денег нет, но дать им качественное образование? Он сделал 100 туры по Америке, как пастор. Он умел говорить. Это один из обязательных даров всех пасторов, уметь говорить. Он собрал 7 миллионов долларов в то время, давно, в 18-19 веке. Построил университет. Он пастор был, дальше продолжал быть. Построил университет для таких ребят, у которых нет денег, но есть мозги. И вот он собрал их. А когда он ездил, он рассказывал одну историю, которую он использовал, чтобы победить и всех дать деньги. Он сказал, в Южной Африке был фермер, у которой было поле, свою ферму большая. И ему сказали, что есть новая мода, метод зарабатывания деньги. Называется алмаз. То есть, как называется алмаз, бриллиант. Говорит, один бриллиант даст тебе столько денег, что вот ферма твоя не даст тебе за всю жизнь. Этот фермер решил продать свою ферму, и чтобы ехать, искать бриллиант. Он продал. И всю жизнь он бегал по всей Африке, и ни один камень не нашел. Разочаровался. Депрессия. Бросился в реку. И умер. В это время ферму, которую он продал, человек, который купил, обнаружил, что на этой ферме было 3 гектара. Альмаз, откуда можно создать бриллианты. На той же ферме. И те люди, на той ферме сегодня в Южной Африки, находятся шахты. И оттуда до сих пор собирают бриллианты, которые вы говорите, алмазы. Забыли бриллианты. А он бросил то, что у него было дома. Пошел искать то, что уже было. Идея у него была такая. Мы ищем с разных стран, чтобы образованы, приходите, работайте. А у нас столько ребят, которые хотят учиться. У них денег нет. И люди это были тронутые. Это пастор, понимаете, пастор. Они дали деньги. И он построил университет. И очень часто мы едем, преодолеваем, искать бриллианты. А они лежат тут. Они лежат тут. И я бросаю вам вызов. Давайте соберем все бриллианты. Все возможности. Все, чем можем. Страна коррумпирована. Я в курсе. Но бриллианты все равно остаются бриллиантами. Давайте найдем их. Давайте будем двигаться. И страна изменится. Но эта вера слишком большая. Она должна влиять не только на тебя, на твою семью. Или на твой район. А на страну. И иноземцы. И далеко. Мы направляем наше ожидание далеко. Скажи, да, аминь. Я в юбилей. Скажи, Иисус Христос. Это мой юбилей. Скажи, я свободен. Я не в рабстве. Скажи, я имею лицо. Скажи, я принять Господа Богом. Скажи, я свой для Бога. Скажи, в Царство Божие. Я в юбилей. Я в юбилей. Скажи, масштабы моей веры, способны влиять на мою жизнь, на мое окружение, на мое общество. Скажи, мои масштабы международные. Скажи, мое влияние международное. Скажи, во имя Иисуса. Я отказываюсь быть локалным человеком. Скажи, я с Богом могу много. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем твой присид. Мы принимаем твой зов. Мы принимаем твои масштабы. Мы принимаем твой уровень. Мы принимаем. Мы принимаем. Мы вошли в эту субботу. Мы вошли в эту субботу. Мы вошли в юбилей. Мы свободны. Мы избавлены. Мы исцелены. Мы благословлены. Мы имеем Божью полноту. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо, Иисус. Плагословлены. 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 Мы вошли в эту субботу. Мы поем. мы масштабами мы отказываемся мы соглашаемся быть масштабными по Божьим масштабам во имя Иисуса и не делай спаси твоисти я не рад что в тратке жить на Божьем и не рад что в тратке жить спаси твоисти а во имя Иисуса Последний раз, что в стране живи, Как Божия, не теряйся. Спасибо, спасибо. Труп юбилей мы услышали. И мы узнали, что мы свободны. И мы благодарим Тебя. Теперь дай нам силу, как мы будем бежать. В этой свободе, которую Ты нам дал, Мы не будем использовать эту свободу для греха. Нет, нет, нет. Мы будем эту свободу использовать. Прославить Тебя. Достичь те мечты, которые Ты дал нам. Которые Ты мечтаешь через нас. Те побуждения, которые Ты вложил в нас. Те далеко идущие цели, которые возвращаются время от времени, Когда мы не заняты мелкими локальными вещами. Впереди мелкие вещи притупляют нас. Из-за них мы не видим те далеко идущие Твои планы. Прости нас, что мы так локализовались. Но мы выходим из этого ящика локального мышления. Локальник побоев. Мы выходим и, Боже, бежим. Те большие планы. Те большие мечты. Те большие предназначения. Те большое призвание. Те исполнение того большого, Что Ты имеешь для нас. Мы говорим, да. Мы бежим туда. Мы двигаемся для Твоей славы. Во имя Иисуса. Тебе спасибо. Тебе слава и честь. Во имя Иисуса. И весь народ скажет, Спасибо Вам, Бог Вас да благословит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok